Весна крестьянин торжествуя на дровнях не прилагает путь потому что снег растаял на дровнях прилагать путь здесь всегда очень тяжело итак кабинет министров мы радуемся весне и радуемся книжке 100 лучших приемов презентации товара книжка в самый раз очень выгодная потому что вот этот товар политику надо как-то презентовать надо презентовать ее на выборы нашего политика самого лучшего отправили сюда а товар мягко говоря так сказать залежал и подванивает а он уже продухший я сказал так и подпахивает нет какой там попахивает он уже протух и уже давно перепродан вот и делать с ним нечего но вот что же делать с теми политиками которых некуда засунуть которых уже показали сто раз которых нет ничего нового казалось бы этот товар уже засунуть снова народу нельзя было ничего подобного важно найти специалистов которые этот презентуют товар и смогут показать его с другой стороны потому что важно показать не то что за углом есть другой магазинчик другая сторона где можно купить другой товар а важно показать что другого товара у нас нет вот из того что у нас есть надо выбирать выбора нет никакого вот и поэтому мы берем такую книжку 100 лучших приемов презентации товара автор Акимова очень такая хорошая тетенькая интересная не знаю в интернете есть нет но книжка популярная хорошая и она это говорит в частности о том что необходимо использовать песни латышские песни сам господь как известно создал Латвию песенной стороной и там они используют песни на любом съезде на любом съезде посмотрите что будут хоть чуть-чуть нас поют хлебом не кормить хлеб это потом сначала попить на песне а вот русских партией это к сожалению очень слабо поставлено они не поют во первых много проблем во вторых они просто напросто не смогли найти специалистов а им нужно деньги платить которые смогут найти те песни русские которые будут созвучны к текущему дню и вот поэтому у меня есть такая маленькая идея на своем сайте размещать песенки видеоклипы на на тему песни и колладжики когда берется видеоклип в Латвии добавляется музыкальная оцифровка потому что этого к счастью очень много в интернете проблем русские песни менять никаких их навалов и только надо взять видеоряд латвийский и на него накладывать музыкальную дорожку другое дело что самое интересное тут то что происходит в творческой головушке как накладываются видеокартинки на музыкальные фразы рецитаты там и советских песен и зарубежных песен и так далее это дело творческое интересное и творчество безусловно можно будет потом продать если вы смогли себя презентовать то есть если вот так вот слышали и сказали мы еще споем ну что ж до следующих песен